Популяризация здорового и активного образа жизни в числе приоритетов партии «Единая Россия». Ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей. И очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения, развивать спортивную инфраструктуру. В рамках регионального проекта «Спортного норма жизни» в ауле Саратюз идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Алла Качиева подробнее. Аул Саратюз на год младшей республики. В следующем году населенный пункт отметит 100-летие. На вековой юбилей жители получат долгожданный подарок. На улице Аджиевой появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивно-оздоровительный центр, комплекс был нужен давно. Дети особенно. Вот когда обучаются тут, все хотели, поехали в соседний аул, чтобы заниматься спортом. У нас не было такого строительства, такого комплекса. Саратюз за последние годы можно назвать кузницей именитых спортсменов-армрестлеров. Ребята успешно выступают на мировых аренах, достойно представляя Карачаво-Черкесию. Для тренировок им приходилось ютиться в различных залах, близлежащих населенных пунктов. Еще молодость, работаю в Саратюзе, много лет работал тренером по ручному мячу. По футболу было время, по волейболу в данное время. Восемь лет я веду в районе у нас. Девочки у меня изумительные. Получалось все время мне работать с девчонками. Устойный мяч, волейбол, баскетбол тоже, по легкой атлетике. А вот все равно для мальчиков вот этот комплекс очень нужно было. И есть она будет. И тренеры готовы. Никогда в Саратюзской средней школе, вообще в ауле, ни борьбы, ни бокса, ни этого. У нас зала не было. А к этому залу мы очень рады. В дальнейшем Саратюз себя покажет по любому виду спорта. Объект в ауле Саратюз строится в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Здание спорткомплекса будет состоять из двух этажей. На первом будет располагаться зал размером 24 на 15 метров, который предусмотрен для нескольких видов спорта, таких как борьба, бокс, тяжелая атлетика и другие. На втором этаже обустроят тренажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы. Рядом будет стоять еще одно помещение, где будут размещены административные кабинеты. Общая площадь объекта – около тысячи квадратных метров. Мы сейчас делаем фундамент. После фундамента пойдет ленточный фундамент. После него пойдут земляные работы. Потом монолит пойдет, административное здание. Будем колонны заливать, перекрытие заливать. И попутно также будем металлоконструкцию устанавливать. Единовременная пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса – 60 человек. А всего в нем смогут заниматься около 200 жителей. Все работы строители планируют завершить к концу этого года.